привет друзья привет друзья наши подписчики наших каналов всем привет да вот у нас такая традиция появилась ездим в гости до пчеловодов так что если кто-то надумает на будущее приглашайте обязательно приедем покажем все что вы хотите расскажем нанесем за вас еще да хорошо вот они шутят хорошему пчеловоду как бы так сказать промышленнику возможно в какой-то степени допустим вы все посмотрите впереди там много материала будет едем к андреевка на плену в youtube и есть его канал андре многие его знают он выводит и маток пакетами занимается вот поэтому давайте вместе с вами поедем на эту пасеку да так что друзья оставайтесь возле экрана видите чая кружку и покажем все так как есть а на будущее если вы думаете звоните пишите обязательно приедем к вам поехали доброе утро а как же без видео без видео нельзя вот мы приехали с александром пасечником махни рукой на пасеку андрюхи покажем все с это в движении хотя в движении она трясет наверное остановимся и покажем обалдеть склад глянь какой такая вот история вот стоит у нас то есть это все сварили натянули как если уже сгниет уже окончательно этот брезент его уже никто ломать это не будет это кто не секрет если уже пока украинский украинский потому что у меня у меня у меня бихай у меня бихай у меня тоже но это классная тема вот обычно да люди покупают навес вот все песня ребята берите на вооружение старые тены у дальнобоев они все равно меняют можно приобрести думаю недорого это фишка андрюхи чё ты это но это фишка многие фишки кстати я в него перенял поэтому давно хотел это сказать под окончиком он немного там конечно складочки получается могут не закрывать ну зато ну по крайней мере не закрыта дождь не льется дождь не льется бочки все но это хорошо там удивительно накачали дай бог это была одна но серьезно ну да печатки моря ну как бы она подсолнух вроде такие многообещающие сосохло все бочка генуловские новые вот это я брал большую реставрации по себе стоимость хороший ну реально никому не мешает пасека да не 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 ну мы тут короче они начали пилить ребята там чтоб технику позагонять то сё а мы попросили ну что сделаете сейчас пчелы будут через ваши двери летать шоу бушу 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 я еще спросил сейчас можно допустим для меня охрана пасеки это сам не маловажный я только что сам хотел это что насчет не ограждено я думаю как это оставлять пасеку переживаю знаешь ставить датчики движения там вот эти все докупать манипуляторы потому что человека охранять это дороговато допустим хотя в итоге стоят пасеки у людей никто не охраняет но украли один улик в лучшем случае два нет ну один то ладно ладно ездишь люди могут прийти просто по это даже по улику стреляли по улику стреляли вот и что таки упал в улик блин я ее быстренько поднял а прикал за матками на тачок там судьбу и раз быстренько поднял и поехал думаю наверное трактором зацепил я потом качаем это она же к нам пробыл этот улик это сороковку доску и четыре рамки сломала а один просто это и наставка вляла в наставку картечка застревала ну понятно в основном так взрослый человек этого не сделает есть эти как а фото фото ловушка что называется но я да и на много всего да она фотографирует но это таки только днем а ночью наше ночное видение только мы недалеко бьет а мне смотрел параметры протеинализовал есть фишка интересный лучевая ахана когда допустим ставится один приемник новый датчик он светит потому что ты его не видишь визуально вообще никак и прошел человек выставляется на таком уровне что собаки бегают ничего человек прошел сработка идет тебе на телефон это вот это было как говорится нажито непосильным трудом для это на перспективу да нет это прошлое а все андрей так может и стоит продать давай продадим где-то зачем это у нас на тоже бетоны ведра не ну это понятно но даша хранилище хорош а популях 2 . у нас там сейчас покатаемся ящички нового образца рейджен и выкладывал видео так можно не стоит не домой нет это вот это фанера зимой на улице вот эти ящики без вопросов специального 8 рамок 9 9 но там рамки дутые 8 по разному бывает вот два штуки у нас короче он стоит я их в прошлом году специально сделал специально восьмерка да восьмерка да рамка 300 до вентиляция до проваренного ли нормально все можно было не красить сюда утеплитель будет вместо пенопласта фальгазол десятка два штуки короче фальгазол двадцатка будет просто вываливается колья со временем отклеивается а тут просто вставил все себестоимость листа листа фанеры два с половиной ящика криста фанеры до пола внутри 3050 метр 50 да получается сколько жилых гривнах я давно брал в прошлом году еще там 200 200 до плюс-минус да там выходит на один чистого до 110 гривень 100 гривень один получается 1 или до пускай плюс-минус что она засохла все суп подсолнух просто ничего не успели есть слабые у нас вообще-то это делаешь перед подсолнухом перед самым отвода 2 расплодных рамки 2 кровящих потом я так пошел ващиной добавлю и забыл про него на следующий год все пластину поставлю что можно подел у нас даже есть этого пластины старшего не смотрели даже я на продажу есть пакет собаку да ну не знаю посмотрим не просто не очень скажет скажи это люди сейчас пакеты продаешь пакеты продаю в этом есть обращаться тебе можно можно не пакеты пчелосемья хочу продавать ну 8 рамок 8 рамок сразу после облета ну там по цене посмотрим ну семья пакета это выстрел сразу будет нормальный человек отбивает сразу конечно ну просто как в этом году мы 40 семей продавали люди со славянска приезжали два парня там я хочу акацию пчела пакета акация не берется семья семья есть да и плюс ты его делишь ну крыша так и есть ничем не обито не укрыто то есть все проварено сбито да поднимает на солнце закреплять саморезом еще пройду все шо ну это в этом в этом году зимой только сделано все и пока но все тут еще по пути доделывать вот крышка высокая чтобы рамочку можно было положить сюда просто пленка и больше ничего отверстия сетки там ну там нормальная там максимальная в общем у меня фреза там 15-15 балерина это фреза на сколько там на максимум раздвинул ну 15 я так примерно кидаю на сруб деревянный может быть может быть двп тут двп тут обвязка а внутри пенопласт теплый по центру стоят эти самые ну как она по надувала его еще один момент люди мне говорили не послушал бану и не успел просто набивать запроги такие вещи тоже не знаю попробую вы сейчас где-то на рынке найти себе стоимость что-то дешевле чем деревянный двп когда если еще есть где-то очень легко и быстро делать минимально минимальный инструмент минимальный инструмент чтобы было начать ее распилить собрать кучу по сути да распиловка прикрученная прикручиваем летки очень нравится мне легкие все открыл да сзади на север на юг к солнцу литком ни рамки не обрываются никогда все четко провентилируется то есть задняя часть улья стоит на север нет на юг чтоб солнце светило литками на север стоим а литками на север ну и получается вентиляция все пасека так стоит летом потому что люди говорят на юг литками там на восторг вот это что тоже где-то в книге читал не знаю где если взять до горизонт линию солнца встает если летом оно же здесь встает правильно так а садится здесь правильно так утром встала в литочек светит правильно а если на восток стоит это что она пока сюда дает так так больше это и плюсы и днем когда жар то не печет в литок вентилировать легче то есть получается солнце встало прошло твой день ну вот так да оно просто получается и опять же вечером оно садится опять же еще в литок светит и не до поздна то есть раньше на работу идут и позже на работу с работы приходят ну да это моя негutt way ноги ноги ну вот так узыак из стар кэбра сколько себя помню это еще наверное да 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 засну по горы для зарплаты дедушка забрал это но они свое отработать уже выбракован а сейчас там дерево в этой воде купили уже Сейчас лежит с окна, мы можем что-то сделаем на замену, хотя надоело уже их делать. О, воскотопочка, да? Да. Ого, что-то интересное. Ну, это понятно. Ну, знаешь как, делается временно, получается, навсегда. Парогенератор, наверное? Да. Парогенератор ставим в бочку. Вот сюда? Да. Ставим в бочку. Тут костер палыш, потом она туда накидывает. Огонь горит, получается, и здесь, и везде. Со всех сторон. Вот эта мечечка, да? Да. Ага. Сюда железку трубу ставим, чтобы резинка не горела. Трубка. Потом где это? Я не знаю, где она доставляется. Вот эта труба вся. Слажно потом на нее. Это солнышко. А? Не снял. А в этом году мы не успели. Стоит она очень хорошо. А уже перетопили, да? Не, не перетопили. Стоит в мешках. Ага. Что-то оно в этом году у нас так тяжко в среде. Ага. Сетка, да? Сюда все. Два. Шланги вот эти все. Потом шланг. А сюда забрус кидается, правильно понял? Смотри, вот это все сюда высыпаешь. И он вход, видишь, вверху. Ага. Тут сетка нержавейка. Закрыл крючиной передовым. Отсюда вытекает воск. Сразу в кубик. Сразу. И сразу с кубиком уже набежало там. Дота там. Да это. Занесли ее, укутали. Потом за два дня 200 килограмм воска. У нас в основном воск забрусный. Ну, забрусный воск 200 килограмм. Посчитайте сколько человек это качает мед, да? Автоматика, сразу математика. Ну, там чуть-чуть в день, что тебе перебрыхал. С того восьмиду. Не, ну, ну, хорошо. Плюс-минус. Это для видео, вообще, хорошего качества. Для экспортеров меда. За таких людей надо хвататься. Это жирный цирк. Андрюх. Вот это нуклеусы, да ваши? Нет, нет, нет. Это нуклеусы. Тоже я их снимал, экспериментировал. Тоже 100 штук я их делал. Я их уже пороздавал. И что, не пошли? Да. Ох, две рамочки остались. Я их уже пороздавал вообще. Ага. Рамочки, четыре рамочки. Ну, в принципе, нормально, если так. На моё количество просто их обслуживать не интересно. Я на стандартную рамку всегда делаю. Да, да. Мне лучше такой ящик зашелить. Да. Да, я тоже сторонний. А вот это всё, куча запчастей. Куча всего. Просто выше улики. Вот, ну, в принципе, хорошо. И матку принимает. Степлером шлёп-шлёп. Ну, на видео есть у меня. Ой, скоба даже торчит. И получается стандартная рамка. С маткой всё, они принимают хорошо. Всё. Но опять же, эта рамка начинает шляться по уликам. Матка тут всё время крутится. И, в общем, для этого всё надо выделять внимание. А оно, как всегда. Это вчерашний вариант. Это всё уже, да. Слову подарите. Продаём. Продаём. Почём? Продаём. Андрей Коноплина. Кому ещё интересно. Кинопласт внутри фанера. На небольшую пасеку, я думаю... Железка. В этот самый. Типографический алюминий. Четыре рамки. На четыре рамочки всё это. Да. Типографический алюминий. Сколько тут есть на продажу? Один, два, три, четыре, четыре, семь, 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 семь... Зимует даже. Ну, зимовка так. Один хорошо зимует, а один плохо. Скажем так. Пятьдесят на пятьдесят. Почему оно не пошло? Друзья, кому надо, обращайтесь к Андрею. Да. Снимать, что снимать. Пошли. Что слипутывай. Если же новое. Ну, мы проедем сюда все. Поплатика поедем. Все вопросы. Вы молодые. Андрюх, вот это всё новое. Вот это же новое. Что ты пока. Вот заселили всё это. Это новое тоже на видео есть. Вот это четыре штуки. Это те, которые ты сделал. Да, да. Видели на видео этот самый. Без пчел. Отводок без пчел. Расплод ставишь. Да, да, да. И расплод в рамки. И из нуклеуса высыпал пчелу. И две кроющих. Да, да. Видео у тебя там было. Есть послабее. 100 гривней цена. Есть послабее. Ну, вот это он. Ну, он перезимует. Конечно, перезимует. Есть послабее, есть посильнее. Опять же, всё упиралось, всё рассчитывалось на подсобок. А он... Да. В августе подсобок уже ничего не давал. Да, да, да. Я рассчитывал на подсолнух. Рассчитывал на подсолнух, а в августе ничего не дал. Ну, короче, они работают. В работе. Мне понравилась ценовая политика. 100 гривен. 100 гривен, ребят. 100 гривен в наше время. Очень интересная тема. Молодец Андрей. Где ты берешь идеи? В голове. Дорогая. А мы наш ящик не видели в нашей воскресенье. Но они уже всё. Уже всё. Они отжили. Надо присаживать. Это по 7 лет уже. Это мы, короче говоря, начали пасеку на анимацию. В осенье стартовали с 80 семей. Ну, короче, на этом тачке всё, всё, что не перевозное, да? Тупили, ДВП поделал и ящики. И на 7 лет подслужили нам. Ну, дырями уже хана. Кстати, кстати, обрати внимание. Вот эта вот копка, бочка, доливается полная. Как отец сказал Андрюша. До конца воды не доливается. Сотипетр 15, да? Сотипетр 15, да? Сотипетр 15, да? Сотипетр 15. Закипает за сколько времени? За полчаса. За полчаса, представляете? Ну, она же со всех сторон. А в бочке создаётся жар. Я никого такого не видел, честно. Будет. Как парогенератор. То, что я начинал делать, это вчерашний день. Будет. Классная ступа. Да, хотим печку там сварить. Классная ступа. Ну, это всё нам нужно. Давай попроще. Ну, это попроще такие получилось. Ну, то, что временно, то она постоянно. Не, но она всё работает. Ну, работает, да. Ну, работает, да. И самовыценно я себе попробовал. Заслежи. И на той стороне такие же, да? Да, да. Ну, это отводки этого года. Вот это делались они, ну, в средней цитине подсолнуха. Ну, опять же, я говорю, поселила разные. Это на пчеле, на этом. Ну, есть там, короче, 4-6 рамок скажем так. В среднем. И те же раньше делались перед подсолнухом. Те по уже. Ну, мы поедем посмотрим сейчас. И стал в трубке. И так стоит у нас. Вот это святоцкие живые наши. Ну, всё. Мы сегодня будем выбраться. Что вы делаете с кем-то назад? Потому что он уже в вид снизу вонует. Дырки кругом. Ну, да. Ну, сейчас оно раздуло. А, ну, это да. Так это уже... Прогнозируемая была ситуация, конечно. Ну, так они уже сколько-то. Палузские стоят. Ну, да. Просто с ДВП. Можешь не говорить какие куски. Воротом. Воротом. Сербский. Сработает нормально. Потому что в этом году, говорят, в Украине было очень много подделки. Завезено. Ну, не знаю. Или не завезено, сделано в Украине. Мы попали сразу? Мы попали сразу? На воротом именно, да? Нет, не на воротом. Мы попали, я не помню, как они называются. На украинские пластины какие-то. Я не помню. В общем, они не сработали. Не сработали, если б не БП, если б не пушка, а для ГЛАП. Обрабатывайте, кстати, вот видите. Вопрос, кстати, очень умный. А скажите, принцип обработки. Весна, осень? Или, допустим, один раз в сезон? Значит, смотри. Мы делаем так. Вот сейчас в этом году заклещённость, как бы, она слабая. На следующий год, весной, можем, в принципе, пластины ставить. Но я прихожу к такому выводу, что, наверное, мы каждый год ставим. Я, кстати, наступил на эти грабли. Я посчитал, что мне надо ставить пластины весной. И в этом году у меня где-то семь слётов. То есть надо ставить? Надо ставить весной обязательно. Вот тоже. И я так скажу. Обязательно надо ставить весной, да. Тепла много, как бы. Я понадеялся на эту фишку. Тоже думал, что всё отлично. А в итоге, как оказалось, нет. Тем более, пасека всё время, ну, как бы, наращивается. Всё время в расплоде постоянно. В общем, надо ставить. Надо ставить. Не гнец. Ну, короче, рабочие. ДВПшки. Ну, я говорю, уже полчаса убрал. Ну, они всё ещё отработают. Выбросить. Стена дешевле, чем фанерного. Ну, и у нас этих сто в чем-то тоже. Вот эти вот два фанерных вот стоят. Вот это перезимовали. Они там вот стояли. Потом мы отводки с них продали. Потом с хвостов отводки поделали. Вот он два стуки. Потом я ещё по магазинчику делал. Один магазинчик нанёс. Ну, у них, короче, не хватило этого. Мочи. Ну, грабами, короче. И тут, кстати, кормовая база. Тут, в общем, рассчитывалось на то, чтоб не качать и не кормить. Ну, всё равно. Кое-кого покачали, кое-кого покормили. Пасечник и жаги. Ну, пасечник, я думаю, какая-то часть у ливни нету. Всё равно, да? Раньше ж было тут больше, я так понял. Здесь люди? Да. Да здесь только 8-5 семей. А, здесь только 8-5 семей. А, здесь только 8-5 семей, да? Да. Ну, он же в поле. Всё в поле. Андрей, это правильно я понял, что у тебя до пол тысячи? А ну? Примерно. Нет, сначала барабанная дрожь. Андрей, сколько у вас пчелосемей? Я не знаю. Короче, скоро будет 500. Или уже 500? Ага. Вот так. Кстати, вопрос по кормушке. Надо убрать уже. Уже всё, уже закормано. Вопрос по кормушке. Вот это в соломе много топится пчел? Вообще нет. Нет, ну ты же видишь. Это три раза налывали. Три раза дали им и всё. Кроме соломы что-то использовали другое? Вообще ничего. Пробовал шпайки, но не получается с семечек. Потому что рассказывают, что топится в соломе. Я так понял. Нет, ну ты же видишь, что в ведре нету. С этим способом корыто до сих пор стоят. А вот это последний день тепла было. Пять бетоней выложим туда. И всё. Надо забрать. В общем, не забрали ещё. Сейчас ждём погоду, когда похолодает. Начнём пасит выложить. Чтоб с утра не вставать. Чтоб идём спокойно. Чтоб идём спокойненько. Собирай. Да, да, да. Ну это забирать не надо. Да. Да. Да, пчелни. Это австринь-то. Карлопернеров. Это сахар. Хороший материал. Карлопернер. Да. Это материал. У меня тоже. Карлопернер хороший. Не, не то. Сахар есть, да? Ну, сахар богато. Сахар богато. Сахар богато. Похидеться. А, последний выложил. Там же всё. Бутона похидеть. Ну, вообще оно это. Обычно, даже если сахар оставится, он её выложит в основном. Да. Вообще, я не знаю, что там. Забры его. Да, хочу. Леденец. Из воды типа надо было. Карлопернер. Да, у меня тоже есть. Австрия, ничего так. Поехали по ему. Ты же шашлык сейчас дам надо? Конечно. Чуть не болит. Вот так вот. Вот так вот ребята встречают пчеловоды, друзей пчеловода. Поехали дальше. Поехали дальше. Может кто не позволит, трошечки шашлыка сможет. Адрюш, а ты на БКИ? На Вчелярский круг приедешь? Да, поеду. На Вчелярский круг Андрюха приедет. Все вопросы можете ему задать. Приезжайте. Да еду. Да съезжу. Знечик звонок, а что ты никуда не едешь. Того никто не зовет. Я тебя зову. Все приезжай. Приезжай. Андрюха. Вопрос быстрый. Ты пользуешься виндулинами, да? Решетками. А дело в том, что я ее вчера вытяну. Или прибрал. Вот я балбес. Почистим. Ты это не показывай. Нет. Нет. Вопрос в том, что это. Вот такими пользуешься, да? Гляньте, что я сделал. Так я почистил. Ты это не показывай. Нет. А это? Андрюха, а кто-то там я видел, смотрел, то наоборот, он достает и ложит, что пчелы говорят чистят. Да они, блин, сейчас наоборот, там одна подует. Они, значит, хорошо зимой чистятся. Вот так ляпнут. И все, да. Ну, люди говорят, там, я видео видел в Ютубе, что, типа, достают и пчелы все вложат. У нас везде, на этом самом. На Додана? Где стоят эти расходы? Ну, вот такие, да? А я водари отдал. Смотришь. А зачем? А я купил, они готовы. Да ну, я не вижу вообще разницы. А ну, дело в том, что как? У нас в магазинах везде дышит. Летки. Угу. Угу. Они летают и водой, в принципе. А, то есть они летают и через... Да. Лишь бы, самое главное, чтобы матерка захотела. Матерка. Воровка у нас в прошлом году в несколько магазинов разошли. То есть надо соединить до момента за концом взятки, да? Да, подкачать надо. Вот этот училоводоритель. Он работает в этом году. Он вообще сейчас работает. Да, да, да. Он остався. Видишь, висит на верху. Молодняк. А то посыпать. Я поставил. Что ставки. Ух ты, прикольно. Ох ты, гляньте. Райок. Сейчас. Он там уже висит. Он уже месяц висит там. Он уже месяц висит там. Думаю, что там матки немає. И доставать его, если честно. Да, высоко. Куда там? Он у нас каждый год висит. Где-то там. А там в прошлом году висит. Потом обшипался. А еще. Ну что такое? Как бы они еще были сняли. Нет, да. Просто высоко. Убейся. Да дерево пылять не кучится. Нет, расскажи. Хай висит там. От него прибудку невеликую. Вот видно. А это что у вас тут? Андрюш. Пойди, 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 все, автоманка не насыпала. Субтитры сделал DimaTorzok